Гостями социальной гостиной стали родители детей-инвалидов. С уютным столом они могли задать самые разные вопросы. Представители администрации Управления социальной защиты населения прислушивались к проблемам и вместе искали пути их решения. Такой формат диалога отличается доверием и открытостью каждой из сторон. В силу менталитета не всегда граждане верят и доверяют каким-то словам органов власти. Когда общаются между собой, на равных, с членами общественных организаций своих, это проходит быстрее и воспринимается интереснее. В ходе встречи представители социальной защиты подробно рассказали о программе «Доступная среда». Система поддержки и льгот предназначена для детей-инвалидов и их родителей. Вопросов у жителей возникало все больше, однако в живом общении ответ получил каждый. Лично мое мнение, чем может быть полезен этот формат, потому что проходит в достаточно дружественной обстановке, очень такой неформальной. Есть возможность расслабиться, и просто когда приходит человек на официальную встречу, он может задать один-два вопроса, а когда идет именно диалог, всплывает целый комплекс проблем. Одним из самых обсуждаемых вопросов стало передвижение детей-инвалидов по городу и в общественном транспорте. В рамках программы «Доступная среда» разрабатываются специальные маршруты, а также выдаются вспомогательные подъемные механизмы. Очень удобные. Кстати, по совету Марии Николаевны, спасибо большое. Это я сказала. Тесное взаимодействие. Ну что же вы, говорю, такую дорогущую хотите? Давайте что-нибудь поедем. Ну, нашим жителям хочет самое хорошее. Дочь Марины Варламовой прикована к инвалидному креслу. Еще недавно она не могла передвигаться не только по городу, но и в собственном подъезде. Однако проблема нашла свое решение. Для этого администрация Ленинского района закупила новые электрические подъемники, которые переданы в пользование инвалидам, в том числе и семье Варламовых. То, что вот получили подъемники, несколько семей, гусеничные подъемники, это очень хорошо. Но когда мы выходим на улицу, нам же дальше надо двигаться. Наши дороги, тротуары, бордюры. То есть администрация сказала, что да, будет работа и на этом не остановится. Социальная гостиная становится не просто очередным методом решения проблем граждан. Польза таких встреч в том, что в спокойной обстановке найти решение проблемы значительно проще. Это беседа, в которой можно многое обсудить и где будет услышан каждый без исключения. Арсений Рогозянский, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ.